У меня сегодня будет короткое. Это в большей степени мы планируем сейчас сделать такие программки для церкви, чтобы когда люди будут приходить, мы будем эти программки сразу раздавать, чтобы люди сразу видели, что это за церковь, как она называется, какие цели, какое видение, какие программы, какая тема проповедь будет, кто будет проповедовать, кто сегодня прославляет Бога. То есть такая краткая программа, чтобы как напоминание даже, что человек вышел, у него эта программа остается на руках, он может ее кому-нибудь подарить. И там в заглавии этой программки будет видение нашей церкви, интернациональной церкви на скале. Я хотел бы, чтобы на проекторе появилась эта надпись. Видение церкви, там будет прописано. Видение церкви Иисуса Христа на скале. Город Варна. Это воспитание и подготовка служителей для распространения Царства Божьего через общинный образ жизни и открытие новых церквей, миссий, как в Болгарии, так и в других странах. И потом по пунктам, о том, что какие у нас ключевые ценности в нашей церкви. Это церковь для русскоговорящих. Это возможность для роста в Господе через малые группы. Малые группы будут у нас создаваться, ну, как по определенным таким интересам, там, группа молодежного служения, там, молодежь будет собираться, там, ну, вот у нас прославители вместе собираются, да, молитвенники вместе собираются. Образовательный ресурс. Это несколько человек от нашей церкви уже учатся в различных семинариях. Будут богословские онлайн-семинарии, будут также организовываться. И по мере обучения также будет соответствующая практика внутри поместной церкви. Все это необходимо для роста, для духовного роста. В нашей церкви уже шесть лет. Мы в начале года прогласили, что этот год у нас будет годом прорыва, духовного прорыва. И четвертый пункт – это общинный образ жизни, рост взаимоскрепляющих связей, членство в церкви. И я хотел бы немножко так подвести священные места, что это не просто как-то голословно, а вообще это входит в понятие великого поручения Иисуса Христа. Вы знаете, какое великое поручение Иисуса Христа? Давайте мы прочитаем это, чтобы нам как бы в напоминание, напоминанием, как написано, возбуждать здравый смысл. Первое место, которое я хочу открыть, я просто зачитаю эти места, чтобы вы четко знали о том, что вот откуда это. И я думаю, что мы потом в видении церкви также эти места пропишем, что, например, в виде церкви – это подготовка служителей и обленное место. Первое место, которое я хочу открыть, оно, конечно же, написано в Евангелии от Матфея и, конечно же, в последней, 28 главе, с 18 стиха мы когда-то эти стихи учили наизусть, потому что это основа христианской жизни, это наша цель, это наше видение любого живого христианина, который считает себя христианином. Мы должны знать, для чего Господь нас посылает в другие страны, для чего обучаться. И здесь Иисус Христос говорит, и приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, что нам необходимо знать? Что нам Иисус Христос поручает? Великий Господь, великий Бог, великий Учитель. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. То есть заповедь Иисуса Христа, нагор на проповедь, это все то, что должно быть в наших сердцах. Всему этому мы должны научать. То есть куда бы нас Господь ни отправил, мы должны приходить в какие-либо деревни, поселения, города, нации, страны и стараться, научать. То есть у нас должно быть учение. В церкви должно быть учение. Мы должны научать. То есть это не просто так вот как-то по верхам пробежаться или просто направить, а должно быть очень хорошее, здравое учение, которое проникает в человека и которое выстраивает его изнутри, чтобы новый внутренний человек, он возрастал к новой жизни. Уча их соблюдать все, что Я повелел вам и сея с вами во все дни, до скончания века. Аминь. Второе место, которое я хочу прочитать, и оно написано в Евангелии от Марка. Тоже, также последняя глава, 16 глава, с 14 стиха. Здесь Иисус Христос говорит, «Наконец явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видим, что его воскресшего не поверили. И сказал им, опять повторяется великое поручение, только немножко здесь по-другому звучит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всякому творению, всякому человеку, всякой нации. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать сии знамения». Здесь Иисус Христос говорит, что истинных верующих будет сопровождать сии знамения. «Именем Моим будут изгонять бесов», то есть это то, что должно сопровождать настоящее служение. То есть бесы будут бежать, люди будут получать освобождение от наркотиков, от алкоголя, от какого-либо греха, от пороков, от того, от чего они сами не могли освободиться. «Будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Все это мы практикуем. И слава нашему Богу. То, что Бог обещал, оно и сегодня исполняется. С 19 стиха. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо, воссел одесную Бога, они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями». Аминь. Еще одно место я хочу сегодня зачитать. Еще два места будет. И на этом мы сегодня будем заканчивать. Евангелие от Луки. 24 глава. С 44 стиха. «И сказал им, опять же Иисус Христос говорит, «Вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеемом и в пророках, и в псалмах». То есть и в законе Моисеева, и в пророках, и в псалмах были пророчества Иисуса Христа, которые на сегодняшний день полностью исполнены. То есть 2000 лет тому назад во Христе Иисусе вся жизнь, вся его смерть, его убийство, его смерть, его воскресение, оно все было уже заранее прописано. За 500, за 700, за 1000 лет все это уже было прописано настолько четко, настолько ясно, что на самом деле, то есть сомневаться в этом, я думаю, просто это откровение, откровенно просто отрицать. Ну, например, сегодня в ортодоксальных синагогах запрещены некоторые стихи, например, запрещены для чтения в синагоге пророк Исаия, 53 глава, где настолько все четко прописано, что там прописана буквально смерть Иисуса Христа. И, ну, просто, ну, как бы, ну, как бы, человек, который не понимает этого, но он просто не хочет этого понимать, ну, просто вот так, потому что, ну, просто он понимает, что это все об Иисусе Христе, это все об Ишуа Маше, которое 2000 лет уже исполнилось, а ортодоксальные евреи все еще кого-то ждут, кого они ждут. Поэтому эти места затираются, как будто бы их нету, давайте мы будем другие места читать, которые бы не упоминают о том, что сделал Иисус. Тогда отверз им ум к разумению Писания. То есть Иисус Христос, Он отверз ученикам Своим, апостолам, ум к разумению Писания. И другое место Писания говорит о том, что если Иисус не откроет, оно не откроется, оно будет закрыто, да? Если Иисус на что-то закроет глаза, ну, кому-либо, то уже это не сможет быть открыто. То есть то, что Иисус открывает, оно открывается. И по сей день на Моисея, или законе написано, лежит покрова лада, который снимается только кем? Снимается только Иисусом Христом, то есть личностью. И мы имеем колоссальную привилегию, верующую в Иисус Христа, мы получаем уразумение Писания, потому что мы имеем разум Христов, потому что лично Господь нам открывает. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедовать им быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Какое обетование? Чуть-чуть позже он говорит, ну идите, там определенное место в ожидании силы, и придет на вас сила. Это обетование Отца. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обречетесь силой свыше. И вывел их вон из города до Вифании, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Еще раз аминь. То есть в каждом вот этом послании здесь написано, например, и пребывали всегда в храме. Сегодня очень популярное учение, которое очень многие верующие, к сожалению, подхватили о том, что храм это вообще давно уже упразднено, давайте будем собираться где хотим, там по домам, потому что вот на самом деле Бог не в рукавотворных храмах живет, мы храм Бога живого, поэтому Бог, Он всегда будет ходить за нами. Но Писание очень однозначно, то есть в нескольких местах Евангелия прописано о том, что первоапостольская церковь, первое время она собиралась при храме, и они непрестанно находились в чем? Они находились в учении апостолов. То есть это было четко установлено место. Почему? Почему апостолы так делали? Почему первоапостольская церковь так делала? Потому что их было уже там не десятки, их было уже там тысячи человек. Потому что это, я как рыбак могу сказать, это было рыбное место. То есть рыбное место, потому что люди куда шли? Они шли в храм. То есть религиозные люди, которые не знали еще Иисуса Христа, по своим стереотипам они шли в храм, а там их ожидали апостолы, которые делали невероятное знамение чудеса при содействии Святого Духа. И, конечно, они слышали Благую Весть, они слышали о том, что тот Христос, которого распяли и убили, Он, оказывается, воскрес. И тому есть свидетели, более 500 человек свидетелей, как Он вознесся. Кроме того, что Иисус Христос вознесся, сегодня эти чудеса явно показывают о том, что Он через Своих учеников продолжает делать Свои великие знамения и чудеса. И тем самым показывая, являя Свою божественность на земле. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Что касается ученичества, о том, что наша церковь, она к этому призвана ставить учеников, потому что это основная, можно так сказать, тема самого Господа Иисуса Христа. И, знаете, апостол Павел очень хорошо об этом пишет в послании к Тимофею. Это второе послание к Тимофею. Во второй главе с первого стиха здесь написано так. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. И смотрите, апостол Павел дает очень четкое повеление своему ученику, последователю Тимофею, который был поставлен епископом в определенной церкви, и потом в последующем он стал епископом над несколькими церквями. И этот епископ, он искал верных людей, которые были бы способны и других научить. То есть учение должно передаваться. Ну, не просто слово о Христе, а здравое учение, чему учил Иисус Христос, в чем они были наставлены. Это учение должно передаваться верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И последнее место, которое сегодня хочу открыть, это написано в послании к Деянию святых апостолов, вторая глава. Это все о видении нашей церкви. Вторая глава, 36 стиха. Вы помните, когда излилась сила Святого Духа, апостолы, они были в горнице, 120 человек, они потом были, на самом деле, опьянены буквально. Вот я сегодня во время прославления был реально опьянен, потому что когда сходит сила. И вот, когда вот эта сила сошла, и многие люди собрались, и они, что с вами происходит? И потом встает Петр и начинает говорить какие-то опленные, такие сильные слова, которые были наполнены такой силой, такой благодатью, что люди... И вот здесь апостол Петр, 36 стиха. И так твердо зная, весь дом Израиль, он уже заканчивает свою проповедь, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. «Услышав это, они умилились сердцем, а там было несколько тысяч только мужей, не считая женщин и детей, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» Петр же сказал им, покайтесь, докрестится каждый из вас своими Иисус Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. «Ибо вам принадлежит обетование». То есть здесь апостол Петр на самом деле начинает давать учения, это начатки учения Христова. «Вам принадлежит обетование, детям вашим, всем дальним». Дальние – это уже обращенные из язычников, те, которые потом придут, те, которые потом уверуют уже через других апостолов, через того же самого Петра, мы потом дальше можем в деянии прочитать, что он пошел также к язычникам. «Кого не призовет Господь, Бог наш». И другими многими словами он свидетелствовал и выщевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного, то есть от мира. То есть выходите из этого мира, ходите, начинайте в церковь, начинайте общаться, начинайте создавать какие-то определенные такие движения, течения, которые апостол Павел, например, произвел, целое течение. И так охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов. Смотрите, они постоянно пребывали при храме, в учении апостолов, в общении, при ломлении хлеба, то есть преподавали регулярно, трапезу Господню, вечерей любви и в молитвах. Был же страх на всякую душе, много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя под домом хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Ежедневно прилагал. И уже после того, как покалывалось три тысячи человек, которые тут же приняли вводное крещение, не считая женщин и детей. То есть я предполагаю, что их было намного больше, то есть там в два, в три раза больше. На следующий день опять покалывалось несколько тысяч человек, ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что история говорит о том, что Первая апостольская церковь насчитывала десятки тысяч человек на самом деле во времена пробуждения. И я могу так сказать о том, что готова ли была Первая апостольская церковь принять столько человек, как вы думаете? Вот по-человечески она была не готова. Но я хочу сказать о том, что Дух Святой им всегда готов. Дух Святой всегда готов нам давать столько любви и благодати, сколько людей приходит в нашу церковь. Я верю, что несмотря на то, что вы знаете, просто, ну я иногда думаю, задаю Господу вопрос, Господи, ну почему? Почему в нашу церковь ходит так мало людей? Но мы со своей стороны делаем все возможное. То есть мы проповедуем, мы погружаемся, мы постоянно молимся, мы постоянно в общении, мы показываем примером, но мы стараемся хранить себя в святости, в какой-то вне порочности, чтобы не было каких-то слухов там по городу. То есть, ну, постоянно на виду, постоянно, то есть, вот моя, одна из моих, знаете, вот просто мечтаний, мечт, это полное служение, то есть войти рано или поздно в полное служение, когда люди будут постоянно видеть меня, мою семью, то есть я буду постоянно на виду, чтобы люди понимали о том, что я в полном служении, и мне даже некуда куда-то там отвлекаться, там на что-то, там на левые какие-то дела, потому что пастырь находится постоянно в полном служении, постоянно служит, и мы не можем увидеть в нем каких-то там, ну, на самом деле, там моментов, что он там где-то там куда-то налево ушел или где-то согрешил, потому что он постоянно на виду, то есть на самом деле в полном служении. Слава нашему Богу! Вот это видение нашей церкви, я подвел такое библейское основание о том, что это не просто мы его так взяли, из пальца высосали, да, и вот просто, ну, вот нам так захотелось, мне так захотелось как пастырь, вот у нас вот видение церкви о том, что вот создавать учеников, так было 2000 лет назад, так есть на сегодняшний день во всех живых церквях Господа нашего Иисуса Христа в живых церквях, и так оно будет, ничего не изменится. Мы призваны делать учеников, мы призваны непрестанно пребывать в общении, мы призваны быть в храме Господнем, погружаться в учение Христово, мы призваны поощрять друг друга, поддерживать друг друга, мы призваны к тому, чтобы постоянно пребывать в молитвах, в каких-то благодарениях, в каких-то молениях, постоянно служить нашим близким, да, о том, чтобы показывать пример нашим детям, что мы должны быть в семьях, то есть в первую очередь начинать в семье, что вот я в своей семье, я священник, я в своей семье царь, не для того, чтобы мне господствовать или превозноситься, а как раз таки для того, чтобы в моей семье был Божий порядок, Божие царство, чтобы в моей семье было проволошено царство Иисуса Христа, чтобы он просто был на самом деле царем царей в моем бизнесе, в моих трудах, в моих хождениях перед ним, слава нашему Богу. И поэтому, когда в следующий раз вам раздадут такие программки, да и вы увидите о том, что видение, я хотел еще раз показать, давайте мы еще раз прочитаем, чтобы было как-то так вот запечатлено в наших сердцах, что видение церкви Иисуса Христа на скале в городе Варне – это воспитание, подготовка служителей для распространения царства Божьего через общинный образ жизни, открытие новых церквей. На самом деле нам предлагают открывать филиалы, там церкви уже в нескольких городах, это в Бургасе, в Несебре уже предлагают, в Санданске уже предлагают, в Софии предлагали, в Благовград, то есть несколько городов, которые хотят, чтобы наша церковь, именно наша церковь, открывала там филиалы, открывали миссии, открывались миссионерские центры, к нам приезжают уже из-за рубежа, к нам приезжали из Филиппин, приезжали из Китая, этим летом опять приедут из Сеула, из Южной Кореи, церкви хотят на международном уровне сообщаться с нами, иметь с нами тесное общение, присылать миссионеров, чтобы здесь у нас был миссионерский центр, все это входит в видение нашей церкви. Открытие новых церквей и миссий, как в Болгарии, так и в других странах. Ключевые ценности, церковь для русскоговорящих, да, у нас на сегодняшний день, несмотря на то, что наша церковь интернациональная, да, то, что у нас и болгары, и русские, и корейцы, и украинцы, и белорусы, но это церковь для русскоговорящих, потому что русский язык на каком-то этапе он стал международным языком, и с этим ничего не сделаешься, и поэтому для удобства, да, мы будем и евангелизировать те страны, где этот язык русский понимают, и наши церкви на сегодняшний день мы проповедуем на русском языке, если Бог скажет на болгарском, будем проповедовать еще и на болгарском, там, ну, переводить. Возможность для роста в Господе через малые группы, образовательные ресурсы, обязательно у нас, ну, будущие служители, те, которые захотят посвятить своей жизни Господу Иисусу, они будут обучаться в различных семинариях, дистанционно или там заочно, очно, это уже от самого человека будет зависеть, практика внутри церкви, потому что церковь поместная, она и дана именно для той цели, для того, чтобы мы могли здесь все это, свои знания, свои навыки, дары Святого Духа реализовать внутри поместной церкви. Общинный образ жизни, на самом деле мы призваны жить в одной общине и рост взаимоискрепляющих связей и, конечно же, членство в церкви. Без членства, я еще раз повторю мысль, в поместной церкви ты на самом деле не являешься членом Вселенской церкви. Это вещи взаимоисключающие. Являясь членом поместной церкви, я являюсь членом Вселенской церкви. Есть только небольшие исключения временные, на которые Господь просто по милости допускает, чисто по форс-мажорным обстоятельствам. Но на самом деле, если я хочу себя именно вот так закрепить в теле Господнем, принести Ему достойный плод, я просто призван быть членом поместной церкви для того, чтобы служить конкретному брату, конкретной сестре, для того, чтобы дары Святого Духа высвобождались. Слава нашему Богу! Если согласны, то скажите Аминь. Слава нашему Богу! Давайте мы склоним наши сердца. Господь, благослови нас! Пусть этот год воистину будет годом прорыва. Господь, Аллилуйя, Отец Асана! Мы не можем себе позволить просидеть в церкви всю свою жизнь, просто слушая. Потому что потом ты можешь просто сказать мне или кому-то уже говоришь через Священное Писание, что таким образом мы становимся слушателями забывчивыми, которые только слушают и ничего не делая забывают то, что было сказано в Слове Божьем, то, что Иисус Христос нам проговорил. Великое поручение, Господь Ирочий, дай нам его исполнить, дай нам его исполнять, дай нам его реализовывать. Потому что, Господь, оно было сказано не просто так, для красивого словца, оно было сказано церкви Иисуса Христа, для того, чтобы церковь Иисуса Христа это великое поручение исполняла до скончания века. Чтобы мы учились, непрестанно пребывали в учении, чтобы мы каяли людей, крестили их и научали их всему тому, чему Ты нас научил, Господь, учить через Твое Святое Евангелие. Аллилуйя, Отец Ассана. Господь, мы благодарим Тебя за то, что в Твоих заповедях, двух заповедях, возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей, и возлюби ближнего своего, как самого себя, мы исполнили весь закон, весь Моисеев закон. Мы исполнили всех пророков, Господь Отече. Все какие-либо повеления, постановления, которые написаны в Ветхом Завете, они восполняются в заповедях любви. Потому что если ты по-настоящему любишь любовь Иисуса Христа, ты исполнитель закона только тогда. Когда ты по-настоящему любишь, ты никогда не убьешь, ты никогда не позавидуешь, ты не украдешь, ты не обидишь, ты не поранишь, потому что в любви Иисуса Христа это просто невозможно. Если мы где-то вышли из любви и все-таки кого-то поранили или каким-то образом согрешили, Господь, мы всегда имеем шанс и милость и благодать вернуться к Иисусу, к источнику, чтобы кровь Иисуса Христа очистила нас от всякой вины, от всякого греха, и чтобы нам опять жить по заповеди. Вера, действующая любовью, доверяя Тебе, Иисус, уповая на Тебя всем сердцем, позволять Твоей любви через нас вершить Твои Божьи дела, Господь Иисус. Аллилуйя, Отец. Спасибо Тебе, Господь, за то, что книга деяния не закончена, она продолжается. И эти деяния, они Твои деяния, Господь Иисус. Господь Иисус, мы не можем их присвоить себе, мы делаем это вместе с Тобой, мы делаем это благодаря Твоей силе, той благодати, силе Святого Духа, которую сегодня мы имеем та же, как и апостолы, первоапостольская церковь, как великое обетование, которое Ты дал нам, Господь Иисус. И мы, Господь Иисус пользуемся сегодня по великой милости и благости Твоей, силою Святого Духа. Спасибо Тебе, Господь. Благослови Церковь Твою, чтобы нам действительно соответствовать званию Церкви Христовой. Аллилуйя, Отец. Потому что, Господь, Отче, может быть, на сегодняшний день мы еще не вошли в свое призвание, но, Господь, я очень хочу, чтобы наша Церковь, поместная Церковь Варни, вошла в призвание Иисуса Христа, чтобы она стала действующей Церковью, чтобы она стала могучей Церковью, Господь, которая вершит Твои Божьи дела, Господь, Отче. Не только называет Церковью, но и является Церковью Иисус Христа. Спасибо Тебе, дорогой наш Господь, спасибо Тебе за это служение, спасибо за Твое Божье присутствие, за хвалу, за наполнение Тебя, Господь, Отче, за Слово Твое, которое сегодня льется, Господь, Отче, Аллилуйя, Отец, и вливается в наши сердца, за силу Святого Духа, которую Господь наполняет каждого из нас, за ту любовь, которая пролилась в наши сердца Духом Святым. Тебе за всю славу, честь и хвала и величие. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. И Церковь Божия скажет Аминь. Вы согласны со всем тем, что сказано? Потому что, знаете, это очень важно на самом деле. Очень важно быть Церковью Иисус Христа. Не только на словах, но на делах. Слава нашему Богу. И сегодня у нас еще будет... Наталья, выходи. Наталья, выходи.